В эфире Информбюро продолжаем выпуск. С 23 января в стране начнется легализация автомобилей с иностранной регистрацией. Сегодня в МВД рассказали о правилах, по которым можно будет узаконить везенные машины. А также акцентировали внимание на том, что данная акция будет разовой. Однако многие владельцы авто недовольны таким положением. Почему и что делать с машинами, владельцам которых откажут в легализации, выясняла Людмила Батюшкина. В МВД сообщили, что легализация иностранных авто, ввезенных в Казахстан, пройдет с 23 января по 1 июля этого года. Владельцы таких машин будут освобождены от утиль сбора и смогут в эти же сроки оформить автостраховку. Но новшество не коснется машин, находящихся в розыске, ввезенных после 1 сентября прошлого года или не снятых с прежней регистрации в другом государстве. Это разовая акция. Впредь гражданам Казахстана, после приобретения автомобилей с иностранным учетом, необходимо соблюдать требования их своевременной регистрации в Республике Казахстан. То есть в течение 10 рабочих дней. Те автомобили, которые не пройдут легализацию, либо которые были ввезены после 1 сентября 2022 года и не будут зарегистрированы гражданам Казахстана в общем порядке. Владельцы машин с иностранными номерами избегают общения с журналистами. Но, по словам общественников, это далеко не всегда мошенники. Это самая уязвимая часть населения. Люди, не имеющие возможности купить машины в автосалонах. Они искали более бюджетные варианты. 80% машин поэтому завезли из России. Некоторым водителям российских автомобилей придется столкнуться с такой сложностью, например, автомобиль должен быть снят с учета в том государстве, в котором он был приобретен. Только после этого автомобиль можно, возможно, так можно будет поставить здесь на учет. С армянскими авто, например, намного проще в данном плане. Авто, везенное из Киргизии, ему запрещено перепродавать до 2025 года. Ежегодно в Казахстане до 100 тысяч человек становятся новыми автовладельцами. Спрос на авто растет. Казахстанский автопарк стремительно стареет, а новые машины, которые собирают на отечественных заводах, стоят недешево, да и на них очередь. Государство для поддержки собственного автопрома закрывает возможность импортировать недорогой поддержанный автотранспорт. Но казахстанцы рано или поздно найдут новые лазейки. И понадобится очередная легализация уже другой категории машин, уверен общественник Василий Климаков. Легализация авто подтверждает серый характер нашего автомобильного рынка. Решает лишь часть накопленных за последние годы проблем, но не решает его корневые проблемы, а именно нарастающие дефицит транспортных средств, увеличение цены, увеличение спроса. Поэтому в ближайшие годы мы столкнемся с абсолютно такими же сложностями, но в другой его форме. Тем, кому в легализации откажут, придётся или ставить машины на учёт на общих основаниях, то есть нести большие затраты, или вывозить машину в ту страну, где её купили, или разбирать на запчасти.